друзья привет вы опять на канале игры слегалов друзья сегодня у нас была очередная подводная охота мы с моим напарником поехали на одно скажем так новое место поизучать понырять посмотреть что по рыбе разныряться получить удовольствие и то что сегодня произошло по крайней мере со мной скажем так если бы наверное не мой многолетний опыт то все могло бы случиться намного печальней потому что все такие вот ситуации на подводной охоте я думаю большинство подобных охотников меня поддержит потому что когда ты ныряешь это быть максимально предельно осторожным и сконцентрированным и всегда смотреть что происходит вокруг потому что под водой могут быть любые как опасные предметы в виде сетей мереж переметов так и других железных может быть каких-нибудь там бочек банок стекла так далее не суть сегодня произошло со мной такой случай который наверное большинство из вас я хотел бы что вы их увидели и сделал для себя соответствующие выводы и всегда были бы предельно аккуратны ребят кто не подписался на канал подписываемся ставим лайк комментируем очень интересно ваше мнение что по поводу всего этого думаете начинаем смотреть это была очередная поездка на подводную охоту куда мы отправились с моим напарником я прям у нас была цель поснимать красивые кадры в завалах возможно найти них крупный трофей но то что случилось со мной на одном из нырков ребят смотрите сами и и и и и и и и и если и 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 Ребята, смотрите, вот что бывает, когда ныряешь на глубину и всплываешь ближе к берегу, можно вот так вот легко одеться на сетку, это, конечно, сейчас я буду напутываться. Смотрите, все замотал, просто оделся на нее, как не знаю кто, это еще повезло, что сетка не капроновая, а простая, какая-то китайская, дешевая. Вот так вот, просто в часы все запуталось в этой сетке, потратил почти минут 20, чтобы распутаться. Смотрите, друзья, будьте аккуратны все. Получается, ребят, я нырял по глубине, нырял на 6 метров, 6,5-6,3 и шел по свалу на берег. И вот в лес, вот в такую вот сетку, просто пипец. Брошенная браконьерская сеть. Знаете, здесь, по-моему, везде вся загубина перетянута этими сетками. Друзья, будьте очень аккуратны, всегда будьте на чеку, всегда смотрите по сторонам. Ребят, еще одна сетка. Я просто замучился, уже стоит выпутываться, и тут доплыл до другого конца полуострого и нашел еще одну сетку, это просто жесть. Все перетянуто сетями, это просто ужас какой-то. А также уходит в глубину. Я также решил идти в глубину и посмотреть. Возможно, кто-то нуждается также в моей помощи. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Друзья, что стоит извлечь из данного видео? Неважно, когда вы плаваете ночью, летом, вы должны быть всегда максимально бдительны, потому что под водой, если вы уже залезли, вас могут ожидать различные ситуации. Поэтому, я думаю, это видео послужит хорошим примером для всех вас, что может с вами случиться под водой. Ребят, впереди у нас очень много есть интересных сюжетов, которые мы планируем для вас заснять. У нас также впереди будут огромные соревнования в Литве, где будет огромное количество участников с Польши, с Литвы, с Эстонией, с Латвии. Мы также туда поедем. Они будут проходить 4, 5, 6 августа. Поэтому, друзья, остаемся, следим за нами. Нам есть, что вам показать. Кто не подписался, подписываемся на канал. Будьте всегда аккуратны. Всем большое спасибо за просмотр.